Какая погода за окном? Это всегда интересует людей. Дать ответ на данный вопрос могут специалисты гидрометеорологической службы. Ей 23 марта исполняется уже 190 лет. Как за это время изменилась работа сотрудников и почему важно наблюдать за погодой, расскажет Олег Федоров. Поглотитель Рихтера. Так называется прибор для очистки воздуха. Благодаря сложной форме на его изгибах от раствора остается осадок. Ранее работники Иркутского гидромедцентра именно с этим прибором выходили на улицу. Чтобы буквально поймать воздух и потом в лаборатории проверяли его состав. Сейчас все это делает техника. Здесь находится одна из 36 автоматических станций региона по контролю загрязнения атмосферы. Так специалисты анализируют чистоту воздуха. Мы его взвешиваем и определяем на нем концентрацию взвешенных веществ. Один фильтр нам может показать присутствие и бензопирена в атмосферном воздухе, и тяжелые металлы, и просто взвешенные частицы, которые у нас есть в нашем атмосферном воздухе. И это только часть работы сотрудников гидромедслужбы. В этом году ей исполняется 190 лет. В Прибайкале около тысячи человек ежедневно наблюдают за погодой. Большую часть жизни посвятил этой работе Владимир Иванович Гонтарь. После окончания Одесского института в 1960 году по распределению приехал в Иркутск. Работал в тогда еще гидрометеорологической обсерватории и бюро погоды. Недавно ушел на пенсию. Сегодня со сцены рассказывает молодым ученым и аспирантам о бывших сотрудниках, былых экспедициях и делится опытом. Также проводили микроклиматические съемки зоны хозяйственного суверения западного участка БАМ. Там вроде как раз все строилось, дыбилось. Мы тогда изучали именно местный климат, микроклимат этой территории с тем, какие земли можно, какие нельзя вовлекать в сельскохозяйственный оборот по показателям климата, микроклимата. Сельское хозяйство – одна из отраслей экономики, которая зависит от точного прогноза погоды. Какая погода за окном всегда интересует и простых горожан. Для этого в регионе работают 76 метеостанций и 173 гидропоста. Работа последних сейчас особенно актуальна. Сейчас мы готовимся к прохождению весеннего половодия, то есть переводим все постовые устройства на гидрологических постах в рабочее состояние. Обеспечиваем там, где необходимо, средствами связи, поскольку у нас Иркутская область, к сожалению, не везде обеспечена сотовая связь, электроэнергия, поэтому где-то нам приходится обеспечивать наших наблюдателей спутниковыми телефонами. Обычные жители могут узнать погоду с помощью своих смартфонов. Но не всегда прогноз синоптиков оказывается точным. Это связано с неустойчивостью атмосферных процессов. Тем более в Иркутской области, где преобладает резко континентальный климат. Олег Федоров, Иван Гоголев, Владимир Пинаев. Новости по будням. 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 Новости по буд